Охран Захрабов, Роман Фаталиев и Ислам Бабаев – это именно трёх уроженцев Азербайджана, подозреваемых в убийстве Андрея Гошта и членов его семьи. Двоих предполагаемых злоумышленников задержали под покровом ночи. Это кадры оперативной съёмки. Третьего подозреваемого задержали днём на автобусной остановке. Группа захвата сработала молниеносно, не оставив злоумышленнику ни малейшего шанса. Над раскрытием преступления работало более трёхсот человек – представители МВД, ФСБ и Следственного комитета. Сейчас с задержанным продолжают работать следователи. По решению Сызранского суда ближайшие два месяца подозреваемые проведут под стражей. Сделано главное. Преступники изобличены и задержаны. Я авторитетом вам заявляю, что все они причастны к данному убийству. И трое из них полностью признают свою вину и рассказывают о событиях ночи 24-го числа. Жертвами убийства в Ивашевке стали шесть человек. Это Андрей Гошт, его жена, родители, брат и его супруга. Спастись удалось лишь семилетней племяннице полицейского. За её жизнь долго боролись врачи. Сейчас её состояние оценивается как стабильное. С какой целью злоумышленники пошли на убийство, пока не ясно. По предварительной версии, все они находились в состоянии наркотического опьянения. С места преступления были похищены личные вещи Андрея Гошта. Это бар сетка, в которой находилось удостоверение полицейского, 5000 рублей, айпад и зарплатная карта. Всё это силовики обнаружили недалеко от места убийства. Вещи вместе с орудиями преступления, дубинками и жёстким диском, на котором есть запись с камер видеонаблюдения, были закопаны в яму глубиной в один метр. В ходе расследования многие вопросы будут разрешены. На это нужно время. И все обстоятельства совершённые, в том числе и тому, кто как наносил удары, кто кому. Всё это в ходе расследования, при назначении огромного количества различных экспертиз, всё это будет установлено. Кроме того, в ближайшее время в Сызрань будет доставлен четвёртый предполагаемый убийца, который сразу же после преступления сбежал в Таджикистан. А сегодня, как сообщают силовики, был задержан в московском аэропорту. По предварительной версии, именно этот человек был инициатором преступления, и он сможет ответить, какова была цель жестокой расправы. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.